Вопрос освобождения пленных, защита крымско-татарского народа, внимание к временным переселенцам, судебная реформа и защита прав журналистов. Именно так расставила приоритеты новая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Ее кандидатуру поддержали 280 народных депутатов. Какой будет реальная политика омбудсмена и почему именно Денисова стала главной по защите прав человека? Сегодня о новом омбудсмене будем говорить с нашей гостьей. Это глава правления Центра информации по правам человека Татьяна Печенчик. Татьяна, здравствуйте. Итак, вначале давайте поговорим о самом назначении. Во-первых, я хочу сказать, что уже 20 лет существует сама должность и возглавляли, так сказать, на этой должности были всего три женщины, получается, Нина Карпачева, Валерия Лутковская, вот совсем еще недавно, и теперь Людмила Денисова. Но будет ли Людмила Денисова долго на этой должности? Потому что, насколько я понял, может возникнуть правовая коллизия и вообще само назначение, само голосование могут оспорить. Да, действительно, это так. Это мина замедленного действия, которое уже подложили под нынешнего уполномоченного, потому что во время голосования прошло несколько нарушений законов и процедуры назначения. Первое нарушение в том, что срок голосования по этим кандидатурам, он истек еще в начале июня прошлого года, потому что закон про уполномоченного говорит, что голосование должно пройти в течение 20 дней после выдвижения этих кандидатов, а кандидатура Людмилы Денисовой была выдвинута еще в мае прошлого года. 2017, да. И получается, что, я не знаю, может быть, не было тогда, не договорились про нужное количество голосов или почему, но голосование не состоялось в предусмотренный законом срок. И вместо того, чтобы перезапустить процедуру снова, чтобы объявить открытый конкурс, куда могли бы податься действительно правозащитники, работающие в гражданских организациях, они решили вот почти через 10 месяцев снова вернуться к этим кандидатурам. Кстати, а не поэтому ли один из кандидатов на должность омбудсмена Сергей Алексеев снял свою кандидатуру именно из-за того, что истек срок, это первый момент, и второй момент, потому что голосование должно было быть открытым либо закрытым, это второй тоже вопрос. И Андрей Мамалыга также претендовал от радикальной партии. Да, действительно, еще одно нарушение в том, что за этот год депутаты также попытались изменить процедуру голосования за омбудсмена, и это привело к коллизии, конфликту двух норм. В законе про уполномоченного идет речь о тайном голосовании, а в законе про регламент Верховной Рады открытое голосование. И это было сделано... Причем изменения внесли точно так же в прошлом году. И они попытались изменить процедуру на открытую, потому что так политическим партиям легче проконтролировать, как проголосовали их депутаты. Потому что если бы было тайное голосование, то гарантировать, что за Людмилу Денисову проголосует столько людей, не было бы таких гарантий. И кроме того, еще и Людмила Денисова проголосовала дважды сама за себя. То есть это налицо конфликт интересов, потому что она не должна была бы вообще голосовать в таком случае. Да, омбудсмен не может быть членом политической партии, но, насколько я понял, как раз Людмила Денисова вышла из фракции Народного фронта. И таким образом... То есть она что, она нарушила перед этим процедуру, потом вышла? Ну, она голосовала сама за себя, это конфликт интересов, независимо от того... То есть за свою должность, за назначение самой себя. За назначение самой себя она как народный депутат в парламенте голосовала. То есть вот еще нарушение. Да, но сам факт того, что человек голосует сам за себя на назначение, на какую-то должность, это нарушение, это конфликт интересов, и он очевиден в этом случае. И, конечно, мы как правозащитные организации украинские, также много международных, целый год обращались к депутатам и говорили про то, что... Обращали внимание на все эти нарушения, на то, что... Заранее, что они могут быть. Заранее. Мы говорили про то, что надо перезагрузить конкурс, надо перезагрузить процедуру, сделать открытый конкурс, куда могли бы подаваться, например, кандидаты, правозащитники, которые реально работают в правозащитных организациях. Потому что одно из требований к этой должности — это то, что человек должен иметь опыт правозащитной деятельности, который избирается на данную должность. Людмила Денисова была министром социальной политики, ну, правозащитницей ее очень трудно назвать. Но, тем не менее, несмотря на все эти нарушения и критику, она... депутаты проголосовали, и это не секрет, что это произошло, потому что были политические торги между фракциями в парламенте. Вы имеете в виду за главу счетной палаты? Глава счетной палаты, глава Национального банка Украины, торги шли за должности омбудсмена. Да, то есть они договорились... Вы об этих торгах? Да, да, это были торги, и это был абсолютно политизированный процесс, в то время как уполномоченный должен быть независимым и должен быть равноотдаленным от всех политических партий в парламенте. Но мы получили абсолютно закрытый политизированный процесс. Будет ли сейчас кто-либо оспаривать? Такие идеи есть, я сейчас... Мне тяжело сказать, потому что действительно может возникнуть какая-то группа людей, которая обратится в суд, и из-за того, что процедура была нарушена, и были нарушены законы, действительно может быть такой судебный иск или обращение в Конституционный суд. Это на самом деле очень плохо для самого омбудсмана, потому что это домокло в меч, который висит. Давайте вспомним, что Валерию Лутковскую даже пробовали после Майдана снять с ее должности, и это были идеи, кажется, у радикальной партии, Олега Лешко. Они хотели ее снять, потому что она якобы приняла присягу не в парламенте, а где-то в коридоре. Но это смешно, да, такое процедурное нарушение. Но здесь нарушение намного более серьезное. Я думаю, что по квоте партии регионов ее назначали. Но все равно, чтобы обратиться в суд, нужно иметь формальные какие-то нарушения закона. Но теперь мы должны вспомнить о том, что омбудсмен не является, не принадлежит какой-либо из политических сил, поэтому Валерия Лутковская не принадлежала. Не принадлежала, да. Назначение ни одной из политических сил, поэтому невозможно было. Да. Невозможно было требовать отставки в связи с таким нарушением. Я уточню, что главой в счетной палаты стал Валерий Пацкан. Ну и теперь экс-министры юстиции Роман Зварич и Михаил Побочих проходят в Верховную Раду вместо Валерия Пацкана и Людмилы Денисовой. Теперь они будут исполнять обязанности народных депутатов в БПП и в Народном фронте, соответственно, в блоке Петра Порошенко и в Народном фронте. И теперь у меня еще вопрос к вам по самой Людмиле Денисовой. Ее приоритеты, которые она озвучила, ну тут, я думаю, что особых вопросов не возникает. Вы сказали, что недостаточно опыта. Хорошо, а к самой кандидатуре, как вы считаете, Валерия, Людмила Денисова, точнее, уже видите, запутался, Людмила Денисова хорошо справится на этой должности сейчас с поставленными задачами, которые она и сама и озвучила? Мне бы очень хотелось этого. И, с другой стороны, хотелось бы, чтобы Людмила Денисова не начала уничтожать все, что выстраивалось в эти последние пять лет, потому что за последние пять лет офис омбудсмана расширил сферу своей работы. Он стал сильнее, как институт. И мы видим даже, что по количеству обращений украинцев, оно год от года росло. Это тоже говорит про рост доверия к омбудсману. И также мы имеем данные социологических опросов, которые показывают это. Поэтому важно, чтобы Людмила Денисова продолжила те направления, векторы работы, которые были обозначены и которые развивались в эти предыдущие пять лет. Это и... Шесть даже. Шесть, почти, да. Потому что омбудсмен назначается на пять лет. Да, и есть отдельная сфера полномочий, которая предписана законом офису полномоченного. Это, например, предотвращение пыток и работа национального превентивного механизма. Это независимые мониторы, которые посещают закрытые учреждения, тюрьмы, психбольницы и другие места. Это, например, очень важная работа в сфере доступа к публичной информации. Это работа по защите персональных данных и права на приватность украинцев. Это важная работа по предотвращению дискриминации. И омбудсмен имеет право по закону реагировать на случай дискриминации. И это также, как я озвучила, это, конечно, важная работа по защите прав внутрешнеперемещенных лиц и также лиц, военнослужащих, например, которые принимали участие в конфликте. Татьяна, вы сказали очень важную, важный аспект озвучили, мне так кажется. Вы сказали, что как раз превращалась в институт, в институцию офиса омбудсмена, а не просто. То есть я хотел бы подчеркнуть, что омбудсмен – это не личность, не человек, а в первую очередь это институция, которая выполняет свои функции. Как в Соединенных Штатах. Есть президент, неважно, ну, точнее, важно, конечно, кого изберут, да, но, как мы видели, когда говорили, вот сейчас придет Дональд Трамп. Дональд Трамп победил, но там есть система противовесов, у него есть конгресс и так далее. Есть определенные институты, которые работают. Вот, соответственно, здесь. Не может, в принципе, государство быть без уполномоченного по правам человека. Лучше такой, чем вообще никакого, с другой стороны, да. Ну, лучше хотя бы какой-то человек на этой должности. Если это институция, то, соответственно, имеет ли такое значение, кто из личности, к какой партии имеет принадлежность? Потому что мы понимаем, что партия меняется. В 2019 году, почему на 5 лет? В 2019 году сменится состав парламента, а управляющий, точнее, уполномоченный по правам человека останется тот же. И, соответственно, будет дальше выполнять свои функции. Да, и, к сожалению, здесь вот такой капкан, в который попали народные депутаты, потому что они сейчас избрали омбудсмана под себя, да. Они не понимают, что скоро они могут оказаться в оппозиции или вообще не попасть в парламент. И если их права будут нарушаться, да, кто будет их защищать, кто подаст голос за этих депутатов. И действительно важно, что омбудсман — это не одно лицо, это целый аппарат, который работает. К сожалению, насколько мне известно, многие представители уполномоченного написали заявление и уволились. И, конечно, это тоже такой стрессовый момент для всего института уполномоченного, потому что если увольняются, если, например, переизбирают руководителя, но остается какая-то средняя ланка, да, людей, которые определяют политики, продолжают, это еще более-менее ситуация, когда можно пройти этот стрессовый период. Но если увольняется и средняя ланка, да, люди, которые были представителями уполномоченного во многих сферах, то тогда пройти этот период турбулентности намного сложнее. И мы посмотрим, как этим справится. Людмила Денисова, для меня очень важно, потому что омбудсман — это как… На самом деле самое главное, чтобы сам офис омбудсмена работал, неважно, кто будет занимать должность. Ну, он будет работать, но как-то, да, но для нас важно, чтобы он работал все-таки хорошо, да. Хорошо, естественно. И омбудсман, чтобы он был как нерв, который очень чутко реагирует, если в стране нарушаются права человека. А права человека всегда нарушаются со стороны власти и каких-то органов власти. Поэтому этот человек должен быть независимым для того, чтобы говорить то, что происходит. Именно поэтому я сказал про 2019 год, что все равно будет меняться, ну, по крайней мере, состав парламента. Может быть, президент переизберется, а вот состав парламента все равно будет меняться. Другой он будет в любом случае. И у меня еще один вопрос к вам. Будем смотреть, конечно, как будет работать Людмила Денисова, как будет работать офис омбудсмена. Прошла под стенами Верховной Рады акция «Отменить электронное декларирование для антикоррупционных активистов». Скажите, успеют или нет? Потому что, по сути, я так понимаю, до 1 апреля всего есть время. Будут ли голосовать? Времени осталось совсем немного. Да, это последняя неделя, когда можно отменить. И мы тоже выходили на акции под Верховной Радой. У нас были мишени, которые нарисованы были на правозащитниках, моих коллегах. И этими мишенями мы хотели показать, что с 1 апреля фактически начинается официальный сезон охоты на активистов, потому что начинает работать этот закон, если они не подадут электронные декларации, которые подают все чиновники, у которых есть власти, деньги. Их начнут преследовать по закону. Да, их начнут и активист, который критикует власть, который спрашивает, куда пошли деньги. Он может получить до 2 лет тюрьмы. Это очень опасно. Проголосуют или нет на этой неделе? Я надеюсь, что проголосуют. За отмену декларирования. Ну хорошо, тогда пожелаем удачи и вам, и нашим депутатам, и нашему новому омбудсмену. И напомню, что гостью программы «Лицом к лицу» была глава правления Центра информации по правам человека Татьяна Печенчик. Меня зовут Сергей Чернышев. Это UATV. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok